Я ждала этот вопрос. Я познакомилась с тремя принципами примерно год назад, прошлой весной. И для меня это важный вопрос, как ты познакомился с тремя принципами. Почему? Потому что меня часто спрашивают, особенно в последнее время, что такое три принципа, как я это понимаю. И я понимаю, что очень часто это такой познавательный интерес, разобраться, понять и узнать что-нибудь новенькое для себя. Я вспоминаю, как у меня это происходило. Все было совсем по-другому. Я не искала никаких новых подходов. Мне достаточно было того, чем я занимаюсь профессионально. Я работаю как коуч, как бизнес-тренер. И просто у меня, как у людей бывает, случилась в жизни неприятная ситуация, которая меня эмоционально очень захватила. И у меня не очень получалось из нее выбраться. То есть она меня не парализовала полностью. Я могла продолжать работать, вести активный образ жизни. Но переживания, связанные с этой ситуацией, с этим конфликтом, они меня беспокоили, скажем. И мне попалась информация впервые, как ни странно. То есть до этого я не видела в Фейсбуке и в рассылках информацию, хотя она там была. Но вот прошлой весной я вдруг увидела. И подумала, ну и ничего не теряю. Нужно, можно сходить на вебинар. Бесплатный промо-вебинар, который ты проводила. Я прошла этот вебинар. Ничего не поняла. Не было такой цели. Я просто в процессе уже за этот час-полтора погрузилась в какое-то приятное такое спокойное состояние. И подумала, ой, как хорошо. Как-то привычная круговерть мыслей меня оставила. А что там интересно будет на платных вебинарах? Заплатила символическую, я считаю, сумму, там всего несколько тысяч рублей. И прошла, это, по-моему, были 3 или 4 вебинара уже платных. В рамках платного курса. И в процессе этих вебинаров, за эти несколько недель, я просто начала обращать внимание, это было частью разговоров, которые мы вели там, просто начала обращать внимание на такие простые, известные всем вещи, как, например, мое состояние может меняться и меняется. Вроде бы очевидно, но мне там и тогда в моем состоянии, это было очень важно, это был очень важный такой момент. Заметить, что я не нахожусь тотально в этих переживаниях, что естественным образом в какой-то момент я себя обнаруживаю в состоянии, когда мне хорошо, когда мне радостно, когда мне спокойно. И я начала обращать внимание, постепенно таких состояний стало становиться больше. Я стала замечать, как я из этих состояний могу начинать думать о том, что меня волнует снова возвращаться в прошлое, снова возвращаться мыслями в эту ситуацию, в этот конфликт. И снова за этими мыслями приходит состояние дискомфорта эмоционального. Нельзя сказать, что, как говорится, я человек с высшим образованием, раньше не знала этого, но здесь есть большая разница между тем, чтобы знать что-то теоретически, и однажды в какой-то момент это прожить. И как только я это прожила изнутри, для меня это стало очевидным. Но это как, это вот две большие разницы. Это как недавно я прочла у Майкла Нила, по-моему, один из фасилитаторов трех принципов, что теоретически знать разницу между теорией и практикой и сложить разницу между теорией и практикой – это разные вещи. И что, по-моему, Сидней Бэнкс говорила и писала о том, что жизнь – это контактный вид спорта. То есть пока я не сталкиваюсь с чем-то, пока не погружаюсь, и вовремя приходит какое-то понимание, открывается новое видение чего-то, без этого очень многое может остаться просто теорией. Ну, то есть в этом нет ничего плохого. Но мне кажется, это очень важный момент, потому что, я повторюсь, мое знакомство с тремя принципами произошло как раз на волне проживания собственной ситуации. И я увидела, как это происходит, и это понимание у меня появилось изнутри, понимание про то, как я проживаю свое мышление. Таня, а что происходило потом? Вот ты прошла этот курс, и для тебя изменилось понимание твоей ситуации сложной, в которой ты была. А как происходило дальше развитие твоих отношений с тремя принципами и твое понимание? Я бы сказала, что проснулся мой ум, методолога и системщика, и мне захотелось иметь более четкое понимание и определение, что такое три принципа. Потому что, когда что-то работает, мне интересно узнать, как и за счет чего. Поэтому я помню, что я написала тебе тогда, я спросила, а что можно почитать, и я искала и нашла определение, потому что есть четкие, короткие определения, сформулированные словами, что это за три принципа. То есть то, когда мы говорим, что это мысль, сознание и разум, а как разные фсилитаторы это определяют, говоря об одном и том же, но каждой своими словами. Дальше мне было интересно просто проживать и смотреть, как это у меня разворачивается. Просто, как говорится иногда, быть в этом эксперименте. И совсем недавно, несколько месяцев назад, наступил очередной виток, потому что все это развивается по спирали. наступил этап, когда у меня все чаще и чаще начали спрашивать, что такое три принципа. И тут я, как я сейчас смеюсь сама для себя, я поддалась соблазну начать это объяснять. И ты, наверное, поняла, почему мы так на самом деле мало уделяем внимания и времени на семинарах к тому, чтобы объяснять, да? Да, и это тоже важный момент такой, потому что это вообще интересно. На самом деле интервью, которое сейчас я даю, и мы с тобой общаемся про три принципа, совпало с тем периодом, когда я последние недели и дни очень много по этому поводу переживала и фактически дала себе обязательство никому больше не объяснять, что это такое. Ну, я коротко расскажу, почему. Потому что я заметила, что как только я начинаю объяснять словами и пытаться давать определение, что это такое, очень быстро, как-то и незаметно форма начинает подменять содержание. И я теряю контакт со своим опытом. И более того, люди, которым я пыталась это объяснить, застревать им это понимание, они тоже теряются в словах, и в итоге это такое прям вот, вы проиграли оба. Точно, да. И буквально вот вчера я, опять же случайно, обожаю случайности, я видела кусочек записи такого онлайн-сатсанга, который вел Муджи. Муджи – это один из известных современных духовных учителей. И хотя я специально проверила в Википедии то, о чем он говорит, это адвайта веданта учения, причисляют к эзотерике, все, что он говорит, это очень практично и очень просто. Про мышление и про то, как тоже вот каждый из нас проживает свои мысли. И по поводу того, рассказывать или не рассказывать, у него был как раз пример. Однажды он застрял в пробке очень большой на дороге, на шоссе. Там начались дорожные работы. И дорожные службы даже выставили стульчики для людей, чтобы те могли выйти, отдохнуть. И вот среди всего этого Муджи спонтанно провел такой небольшой сатсанг, разговор с одной девушкой, которая узнала его и обратилась с вопросом. Эта девушка была очень впечатлена этой беседой. Они остались на связи. И спустя несколько недель она спросила у него, Муджи, могу я рассказать своей соседке, потому что она прям не отстает от меня, постоянно спрашивает, что же тебе рассказывал Муджи. Муджи говорит, не надо, ничего не говорит. Говорит, налей ей чаю, печенюшек ей положи, накорми, поговорите о чем-нибудь, о хорошем, о приятном. Только не надо ей пытаться объяснить и рассказать. Словами передавать слова, да? Да. Она говорит, а когда можно рассказывать уже? Говорит, ну вот подожди, пока смирись с тем, что никогда. Не рассказывай. Говорит, пока у тебя есть мысль о том, что тебе нужно об этом рассказывать или доносить, об этом не говори. В какой-то момент, может быть, когда-нибудь, ты просто обнаружишь, что ты говоришь об этом. Именно тогда, когда у тебя уже полностью исчезнут мысли и желания о том, что ты должна об этом рассказывать. Тогда ты просто обнаружишь, что это понимание просто исходит из тебя. Оно стало твоим, да? Оно стало твоим. Я поняла, что я могу сейчас, я занимаюсь этим, я могу полностью пересмотреть программы, которые я вела раньше, программы, связанные с конфликтами, с эмоциональным интеллектом, со стресс-менеджментом, с личной эффективностью и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, простой пример. Раньше я вела управление стрессом, и стресс обычно создается и управляется через два, с двух сторон, через тело и через мысли, мышление, state of mind. Это вот две такие силы, и через сознание. Да, можно очень сильно управлять своими эмоциями, своим состоянием. И первая часть, связанная с телом, мне была всегда очень близка и понятна. Какие техники, какие практики можно давать, какие рекомендации. Она проходила всегда очень хорошо, так вот на ура. А вот по поводу второй части, что касается состояния ума, сознания, мышления, было очень мало про это понимание, информации. Ну и была какая-то такая неудовлетворенность у меня, потому что я не понимала вообще как, ну, толком. В этом не было ощущения какой-то цельности. А сейчас это понимание пришло, и более того, оно мне кажется сейчас таким основополагающим. То есть тело, да, по-прежнему важно, и эта часть остается, но... Но без этого второй части даже с телом на самом деле не такие вот результаты. Ну, оно просто вот взяло и легло в основу, стало фундаментом всего этого понимания. И это очень практичные вещи. Есть еще один аспект, он связан с тем, ну, вот как будто бы по моим ощущениям в том, что я делала и продолжаю делать в коучинге, открылась новая глубина, новое измерение. И я пока не достигла того состояния, когда я могу просто молчать, и приходящие ко мне люди будут озаряться изливающимся из меня светом и присутся за одну минуту. И тем не менее, ну, что действительно произошло, это то, что как будто бы я стала чуть ли не видеть и ощущать вот эти два слоя, слой мышления и слой, что стоит за мышлением. И мне стало легко поддерживать человека в процессе, когда, ну, например, у него есть разные мысли про проект. И на прошлой сессии человек мог говорить о том, что проект ему важен, значим, и он очень хочет, хотя не уверен, что ему нужен этот проект, и так далее, и так далее. И поскольку в коучинге мы следуем за клиентом и поддерживаем его в его намерении, я как коуч очень успешно поддерживала человека в этом намерении, и он даже формулировал в конце план действия с первыми шагами. Но сегодня мы встречаемся, и человек говорит, что сегодня он уже не очень уверен. У него есть сомнения, есть ощущение какой-то тяжести, когда он думает в определенных аспектах, связанных с этими делами, действиями. И классические предписания коучинга, я сейчас условно говорю классические предписания, у меня есть несколько здесь вариантов действий. У меня, например, есть вариант усомниться, а насколько он привержен своей цели. Или, а может быть, нам стоит переконтрактироваться, или, а может быть, нам стоит вернуться в прошлой сессии. А может быть, и такие стили коучинга тоже бывают, а мне нужно его как-нибудь попровоцировать и назвать к той части, где же твоя приверженность. Или поработать с сомнениями тоже в каких-то... Да, и так далее, и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что с тренапринципами у меня появилось ощущение, понимание того, что эти сомнения это совершенно нормальная часть процесса. И уж если сам человек находится в исследовании этого, то кто я такая, чтобы за него сейчас решить, в каком направлении ему пройти. Исходя из внимания трех принципов, я начала просто обращать внимание человека на то, что как интересно это происходит, что могут быть разные мысли по поводу одной и той же цели. Разные ощущения. Разные ощущения, связанные с этим. И что это нормальная часть процесса. Я не могу сейчас привести пример какими конкретными словами я это говорю, но смысл этого послания вот именно такой. И я заметила, что как будто бы какой-то свет зажигается в глазах. То есть как будто бы приходит понимание такое. То есть как будто бы в этот момент человек действительно берет и смотрит на то, что о! И в этом понимании нет никакого осуждения. Того, что это мышление неправильное, это правильное. Как будто бы происходит понимание, что так оно все устроено. я заметила, что иногда ну вот самым каким-то полезным советом или не советом для человека по поводу какой-то сложной ситуации становится предложение дать себе время. дать себе временно, пока не появится более широкое видение ситуации, пока не появится более глубинное понимание. Причем это касается как будущих проектов, так и прошлого, потому что иногда у меня спрашивают, вот я никак не могу забыть по поводу что-то, да, или я никак не могу избавиться от сомнений, правильно ли я тогда сделал выбор. и оказывается, что вот просто вот не пытаться сейчас как-то искусственно это переживание или это понимание изменить или у себя создать, а предложение дать себе время, оно оказывается самым каким-то целительным. Ну да, то, что ты это предложение на самом деле даешь, понимая природу мыслей, понимая, что она меняется и что у человека в любом случае изменится и состояние, и понимание его ситуации, если он вообще позволит себе это, позволит эту текущую смысл, изменчивую смыслу. И при этом это не противоречит тому, что человек это существо смыслов, то есть нам на самом деле важно наделять смыслами и определенным пониманием те или иные события, которые с нами произошли. и тем не менее просто происходит, что когда мы предлагаем себе или другим дать себе время, мне кажется, меняется то, что мы перестаем искать эти смыслы где-то снаружи. Или прямо сейчас продавать смысл. Или прямо сейчас их пытаться найти. Или начинаем, как вот открываем шкаф и начинаем примерять на себя там одну вещь с другой, ни одна не подходит, ни одна не к лицу. А вместо этого мы просто позволяем, как только мы позволяем себе расслабиться и дать себе время, как будто бы мы начинаем обращаться к себе, и изнутри этот смысл приходит. Он может быть не нужен словами, но он какой-то на уровне именно моего ощущения или понимания. Он приходит. Мне очень важно было то, что ты сказала про смысл. Потому что я не согласна тоже, что нужно вообще все свои ситуации как бы отпускать и не возвращаться. Иногда вот это желание понять, оно тоже возникает изнутри. Оно для нас естественное. Если оно возникло, как внутренний вопрос, объяснить себе ситуацию, я считаю, что в этом есть ценности. Это нужно признавать и уважать. И нам важно в свои внутренние проживания, еще какие-то не оформившиеся слова и в смыслы, нам важно доводить это до какой-то проявленности, до этого понимания. Иногда вот это внутреннее решение осознания произошло, но пока не найдутся правильные, резонирующие с этим слова, ситуация не отпускает. То есть то, что ты сказала, что нам важно придавать смысл. Я первый раз про это так услышала, и мне это тоже очень близко и понятно. Спасибо. Вот на примере моей собственной ситуации годичной давности получилось так, что я на самом деле долгое время пыталась найти тот самый смысл, который бы меня удовлетворил и наилучшим образом создал бы вот эту предпочитаемую историю для меня и объяснил бы все произошедшее тогда и происходящее сейчас. Кто я, с которой это произошло, кто я, которая справилась с этим, и каким образом это случилось и так далее. То, как это часто и прорабатывается в том же коучинге или в терапии. И это правильно, и это хорошо. Но я столкнулась с тем, что, во-первых, я думаю быстро и я могу нагенерить тысячу этих смыслов, что я успешно и делала. Но, черт побери, ни один из них меня не устраивало. Да, да. Он устраивало меня на очень короткое время, потом я чувствовала, что мне он не нравится. Я начинала искать другой, третий, десятый. И это происходило тоже по спирали. И здесь, опять же, чем могут помочь три принципа? Я всегда помнила, что это естественная часть процесса. Да, хорошо. Ну, то есть, мое мышление помогало мне в какой-то степени, пусть на очень короткое время. Это был какой-то внешний поверхностный уровень этой работы. Внутри продолжала происходить своя какая-то работа по исцелению себя в этой ситуации. И в какой-то момент оно произошло. И в этот момент, когда какой-то внутренний смысл был найден, который я не могу выразить словами, но меня это уже не беспокоит. На самом деле, этот анекдот я сейчас подумала по поводу того, что это продолжает происходить, но меня это уже не беспокоит, он не такой нелепый, как кажется. как нелепый. Это, кстати, то, что ты про смыслы сказала, и то, что ты сказала про то, чтобы дать себе время, это на самом деле вот, я бы про это так сказала, не знаю, как тебе это тоже отдаётся или нет, что это больше не про то, чтобы нам стараться своими собственными усилиями найти смысл, вот именно перебирая, как вот эти одежды в шкафу, да, а как бы дать себе время, и на самом деле спокои ума, этот смысл сам нас находит рано или поздно. Вот, но в целом, если говорить про другие сферы жизни, это просто про состояние какого-то другого качества, внутреннего благополучия, здесь сложно измерить это в каких-то там сантиметрах, килограммах, в суммах, вот, это просто вот мне даже кажется, что другие люди, вот там, особенно близкие, друзья, родные, стали по-другому со мной общаться, а как-то появилось больше какой-то щедрости, больше теплоты в общении, больше легкости, радости, вот, и это не значит, что это прямо заполонило нас всех, и теперь всегда так происходит, нет, там бывают совершенно разные дни, разные состояния, ситуации, но, ну, просто, вот, ну, как-то, каждый из нас в жизни, там, с чем-то борется, там, решает какие-то свои задачи развития, просто появляется опять же какой-то новый уровень понимания этого, не знаю. я очень, я очень на самом деле понимаю, о чем ты говоришь, потому что для меня, для самой, все мои отношения с близкими стали наконец-то как будто настоящими и живыми, как будто я перестала общаться с ними как с какими-то вот ролевыми, что ли, моделями, не знаю, какими-то такими вот фигурами, что ли, в моей жизни, они стали просто живыми людьми, и это очень удивительно. Ну, и это невозможно описать, наверное, словами, но вот как будто действительно перестаешь быть каким-то персонажем спектакля, а становится просто жизнь. Начинаешь жить просто жизнью с живыми людьми, не только с родными, но вообще, в принципе, с людьми в своей жизни. Я подумала сейчас о том, что если вдруг захочется какого-то объяснения этого, то одно из возможных, то, что вот мне сейчас пришло, это то, что поскольку вот, ну, как только я начала видеть действительно, как мои разные мысли создают разные состояния, что стоит за этим, вот у меня ушло переживание по поводу того, что я нахожусь в том или другом состоянии. и ушло осуждение того, что сейчас я думаю об этом так, а, например, в другую минуту я могу думать об этом иначе. То есть я и раньше замечала эти перемены, но мне все время хотелось себя как-то улучшить, сформировать в себя позитивное мышление, я сейчас утрирую, или что-то еще. Вот, а как только я научилась все больше и больше как-то расслабляться по этому поводу, и вот это осуждение из себя ушло, то оно начало уходить из осуждения по поводу других людей, ситуаций. Вот, и начало уходить осуждение по поводу осуждения. То есть мне по-прежнему кто-то не понравится, и что-то может вызвать у меня раздражение. Ну и ладно, я всегда теперь знаю, что это просто какой-то глюк, который пришел и ушел, и ничего не говорит о том, какая я внутри. Если бы ты сказала, вот основное, что принесли в мою жизнь три принципа, основное, что, в чем я вижу, вот эту суть трех принципов, или основное, какое вообще изменение, да, вот приносит вот это понимание, вот что это для тебя, про что это для тебя. Вот, может быть, это не сразу будет прямой ответ на вопрос, если это вообще возможно, но когда я слушала вопрос, у меня почему-то развернулось как комикс в голове, как это стадии стадии моего процесса. Это выглядело бы примерно так. Ну, да, моя мысль это просто мысль. Это первая стадия. Так, моя мысль это просто мысль. Потом третья стадия моя мысль. А может быть, так, а что если это просто мысль? И какая-нибудь там, не знаю, сто пятьсотая стадия, потому что я год прошел во время знакомства, я до сих пор продолжаю находиться в процессе, как будто бы вот есть я и есть мое мышление, которое очень важно для меня, ну, в конце концов голова это один из моих основных рабочих органов, но при этом как будто бы что бы ни происходило у меня в моем мышлении, я продолжаю оставаться укорененной в самом себе, в каком-то состоянии контакта с глубинным покоем, тем самым, который есть у меня внутри. И три принципа они описывают просто универсальное понимание, выражаясь другим языком, например, системное или надсистемное понимание, которое лежит в основе разных техник, разных практик, разных подходов. И в этом смысле не может быть никогда противоречия между каким бы ты ни был подходом или практикой или техникой и тремя принципами, которые просто описывают, за счет чего это все работает. Как создается любой наш опыт, в том числе опыт применения любых техник. Мне очень понравилось, как ты где-то написала про то, что любая психотерапия это в конечном итоге процесс, в котором человек разрешает себе иметь другие мысли, другое мышление, другое ощущение себя. И к этому можно прийти разными путями, можно идти к этому годы, и это нормально, потому что мы все находимся на какой-то определенной точке своего вот этого пути. И еще мне стало интересно собирать разные эксперименты, шутки. Метафоры. Метафоры, да, и где-то даже смеяться, прежде всего над собой. И если можно, я рассказала бы одну из таких шуток. Расскажи, конечно. Она мне понравилась, я узнала в ней себя в очередной раз. Ну, как бывает, как я проявляюсь. Это история, когда пришел к врачу человек на прием с жалобой, что доктор, знаете, мне нужна ваша помощь, у меня все болит. Доктор говорит, ну, а можно подробнее, будьте добры, так не бывает, чтобы у вас все болело. Человек говорит, нет, ну, доктор, вы не поняли, наверное, я сейчас объясню. Вот я трогаю себя, и мне больно. Я трогаю себе руку, и мне больно. Я трогаю себе грудь, и мне больно. доктор говорит, слушайте, давайте я сейчас осмотрю вас, чтобы быть уверенным, но я впервые сталкиваюсь с таким диагнозом, это очень странно. И что, и вот прямо везде, да, понимаете, даже вот нос я свой, например, трогаю, мне тоже больно. Так, пойдемте, я сделаю полный осмотр, дам вам рекомендации, какие анализы надо сдать. Вот, потом человек возвращается, говорит, так, ну, доктор, ну, что, что вы можете мне сказать? сэр, ну, вы готовы услышать диагноз? Говорит, да. А, ну, у вас сломан палец. Я догадалась. Да. Я привыкла смотреть в суть. И это история, когда вот палец мой, и мне может быть больно, а, здесь больно, и мне там больно, вот, я смотрю, вот, да, а, и выливают на этого человека, а, и мне вот причиняют страдания, но дело не в человеке, да, и дело не в ситуации, а дело в пальце, вот, и, то есть, во мне, да, в моем проживании, в моем восприятии ситуации. Отличная метафора, не только шутка, но и метафора. Да, да. отлично. Отличная метафора,